Ехать очень тяжело. Мы падаем через каждые 10 метров. Первый пошел, первый Андрюха. Охраняемость аэропорта 0. Честно говоря, я думал, будет легче. Вернитесь на маршрут. Доброе утро всем. Сколько сейчас? 6.40. Мы идем в гараж, там ждет нас замечательный люкс автомобиль и несколько велосипедов. Это Андрюха, а как вы понимаете, раз здесь Андрюха, то нам предстоит какое-то приключение. Снежок на улице, минус 1 или минус 2, что-то такое. Сегодня планируем по лесу проехать что-то около соточки. Едем на МТБшках. А пока мы идем, посмотрите небольшую вставочку про то, как мы настраивали велобагажник. По Андрюхе замечательный гараж. Это мы сейчас готовимся вот этот мой велосипед вешать на багажник. Я не думал снимать видос, но пришли мы в этот гараж, а здесь просто трэш. Все, красавец на шестерке. Сейчас закреплять не будем, но главное, что в субботу мы доберемся куда надо. Так эта тряпочка тебе на раму, чтобы обмотать. Почему? Потому что крепления такие китайские-китайские. Не, они французские, человек. Французские-французские. Он бланк, он китайский, наверное. Вот и поговорили. Не работает. Ёлки-палки. Эй, видровер, вспоминаю. Дергай, Саня. Есть. Чувствую себя полезным. Вот теперь выносим велосипеды. А я чуть-чуть подкачаю вилку. Кто смотрел самый первый выпуск, когда я купил этот велосипед, я пытался накачать вилку обычным автомобильным насосом. И такое было. Андрюха говорит, тут лучше не пристегиваться. Больше шанс выжить. Как я и говорил, эта зима у нас наконец-то таки будет велосипедная. И мы давно с Андрюхой как-то встретились. И говорю, а давай как-нибудь снежок выпадет. Мы соберемся и валим километров сто. Решили, что вокруг Вышгорода мы постоянно ездим. И взяли машину Андрюхину. И поехали. Сейчас у знакомого кинем возле пущеводицы. И оттуда поедем сто километровый маршрут. Я его потом выкину куда-нибудь в описании. Опасности у нас какие? Мы в контактах едем. Соответственно, когда мы все гнуты, будет тяжелее выстегнуться именно на льду. Потому что в глине ты как бы чувствуешь, когда начинаешь падать. И ты успеваешь выстегнуться. А на льду ты резко падаешь. И вот в этом опасности. Все остальное, ну как бы посмотрим. Я никогда не ездил сильно далеко зимой. Да, поэтому возможно что-то для себя новое еще и откроем. Первое правило в жизни. Никогда не заправляйтесь на БРСМ. Это первое, но у нас других заправок нет. А этой машине в принципе все равно шалить не. Поскольку карбюратор я чищу. Не знаю. Постоянно. Да я тоже у флюхи чищу карбюратор, чувак. Я знаю, что это. Чувак, ты прикинь, как мы сейчас выглядим сюрреалистично. Зима, шестерка, два велика, чувак, на крыше. Мы тупо как додики отвечают. А что ты так руль держишь? Как гонщик, да, без 15.3? Ну да. Ну да. Чтобы ты не сменялся, значит я иду как гонщик. Приехали. Будем все-таки свой маршрут строить. Тот, который мы нашли, он начинается далеко не здесь. Но ничего. Бахилы, потому что не знаю, почему еще пойму нужны они мне или нет. А так все по стандарту. Я единственную сумочку себе напялил, чтобы чуть-чуть разгрузить рюкзак. В общем, о том, что взяли, мы еще расскажем. По-любому термос с чаем. Два взяли. Чувствую, предстоит нам крутое путешествие. Я на часах Гармин сегодня включил трекинг. Поэтому, если все будет хорошо, то вы его тоже получите. Сейчас мы в пуще водицы. 17 февраля, если у кого-то будут вопросы. Пока что все, как я и хотел. Снежок, лесок. Пока еще не устал. Проехали метров 800. Первый небольшой лайфхак. Колеса должны быть чуть-чуть приспущены. Но у меня они все-таки сильно приспущены были. Поэтому остановились подкачать. Ну и здесь мигалки и фонари не нужны. Мы же тупо по лесу тулим. У вас же очки запотевают. А у меня нет. У меня, видишь, вентилируемые. Вот этот чувак прикол. Видишь дырочки? А народ реально меня благодарил. Потому что я их посоветовал. Очень гениальное изобретение, я бы сказал. Сейчас у нас отрезок по дороге. Реально я диву даюсь дебилам-водителям, которые при свободной дороге специально едут в том же ряду, в котором и мы едем первым. Ладно, если бы там пробка, все бы теснились. Три свободные полосы, но некоторые вот прям сбоку проносятся. Едем по какой-то промзоне за Академгородком. Чувствую чуть себя персонажем из игры Inside. Две вещи. Первое. Хочу сказать спасибо разработчикам Galileo Maps с последних поездок. Они еще и навигацию добавили. То есть любую карту на айфон, даже генштабовский старый, можешь подгрузить. Я закинул просто трек. В любом формате хавает. То есть самое универсальное оффлайн-приложение для айфона. Сейчас мы выйдем на нужную позицию и поедем по навигации. Второе. Там, видите, снежка нет. То есть везде снег, а там теплотрасса. Там трубы были сзади. И вот так вот реально теплотрасса бьет куда-то. Красиво. Мы на берегу озера какого-то. И вроде бы вышли на маршрут. Ни хрена не встегиваются. Я начинаю думать, что можно было и на топталках ехать. Отлично катаем по лесным тропинкам. И на одной из них мы нашли след велосипеда. Свежий. Сегодняшний. Я думаю, главное, чтобы не наш. Радует, что нам повезло и снег не липнет сейчас к резине. Иначе просто были бы как корова на льду. И, конечно, по такому интересно на футбайке покататься. Но у меня нет футбайка. Первый пошел, первый Андрюха. Но вроде не сильно, да? Как я говорил, по снегу хорошо. Есть что холодного приложить, если что. Прикольные были тропиночки в лесу. Но мы подъехали к Ирпеню. Здесь железнодорожный мост над рекой Ирпень. По речке мы не пойдем, потому что можно промочить ноги. Поэтому пойдем по железнодорожному мосту. Вообще мы строим свой маршрут, но выехать на текущий хотим и по мосту нам, оказывается, не надо ехать. Поэтому мы сейчас вот туда опять по тропинкам. Но это и нормально. По дороге сейчас вообще не хочется ехать. Я просто остановился отдохнуть. Ехать очень тяжело. Мы падаем через каждые 10 метров. Ну, или почти падаем. Встегиваться здесь, в принципе, не нужно. Потому что так больше вероятности сохранить равновесие или выставить ногу побыстрее. Но красиво. Речушка. Я уже ищу чекпоинт, какую-то лавочку, чтобы бутербродик съесть. Анюта сделала. Андрюха яйца взял. Ну что, Андрюха, как? Это так. Это такое себе испытание. Мы сейчас доберемся. Там уже вон дорога вожделенная. Целовать я еще не буду. Еще не та кондиция. Но уже буду рад видеть. Выехали на дорогу. Аллилуйя. Чуть-чуть отдохнем. Сашка глазастый. Возле дороги нашел беседки. Какой-то летний кабачок. Но нам как раз самый раз будет, чтобы перекусить. И комаров нет. О! Это, кстати, да. Ни оводов, ни комаров. Моя степень. Итого. У нас сэндвичи. У нас чай, бананы, сникерсы. А ты яйца взял? Яйца. Я знаю, вам всем интересно. Это сэндвич. Слюни текут. С ветчиной, сыром, морковочка. Мы как эти в поездах. Знаете, когда мы садятся и сразу яйца раскладывают. Тупо то, что надо. Ух, как-то веселее стало. По сникерсу, по два бутерброда, чаечек, морковка, яйцо. В общем, как надо все. Сейчас опять начну писать. Вот, вы неправильно питаетесь. Надо какие-то там батончики специальные. Пофиг. Поворот нас, короче, двоих встретил. Но, вернее, Андрюху первого я услышал, ах, причем на очень большой скорости. Я обернулся посмотреть и понял, что тоже улетаю. Шкользкий был поворот. Ну, что, ты как? Я жив. Я вообще идеально упал. Мне очень сильно сыграл шлем. Я головой ударился об лед. А? А, блин, чувак. Я стоять не могу. Да. В общем, рубанулся я шлемаком. Нормально. Чувак, вот это скользко. Носите шлем. Даже когда не ездите на велосипеде, просто носите. Но сегодня явно меньшая часть пути по дороге проходит. Большую часть по лесу, поэтому намного дольше получается ехать. Кажется, снежок такой просто, а ехать нереально. Тебя постоянно сносит. Всех, наверное, интересует, сколько мы уже проехали. Всего 41,5 километра. Честно говоря, я думал, будет легче. То есть, по снегу такое. Постоянно носит. И ты только так на чеку. Когда же упадешь? Когда упадешь? Уравновесил велосипед. Стоит. Вернитесь на маршруте. Ну ладно, как скажешь. Женщина постоянно указывает мне, что делать. Сколько проедешь так? Я пробовал, но недолго. Лучшего места, чем на железной дороге. Чтобы попить водичку, нет. Я не успеваю снять, как ты падаешь. Хорошо, хоть доказательства есть. Только что была фраза, правда, в моем исполнении. Колея, колея, рознь. Потому что здесь очень хорошо было ехать. Баба! Нашли в поле огромный пауэрбэнк мощностью 2 мегаватта. Не потому что я такой умный. Просто Андрюха и здесь нашел работников. И все у них узнал. Мы в Мироцком. Уже держим путь на приблизительно Гастомельский аэропорт. И оттуда обратно. В этом селе 6 озер. Очень много. Как говорит Андрюха, скорее всего, основной храцион рыба. Только что стояли возле того магазинчика. 4 таких пацанчика подошли и начали узнавать, что, откуда. Километров, наверное, 5-10 уже проехали. Вот сегодня я понял, наверное, почти окончательно, что идеальный тип велосипеда это такой, как у меня, только со всякими креплениями. Вот Dragon Slayer, мне кажется, 27.5+. Очень крутое. Хорошая вилочка 120-миллиметровая. Причем в топе там за 2 500 она вроде бы Fox. Отличный обвес, крепление под багажник. В общем, все, что только хочешь. А главное, по снегу на широких покрышках удобно. Как я уже говорил, 17 февраля в этом замечательном селе с шестью озерами до сих пор новогодняя елка стоит. Вот это, я понимаю, у людей веселье. Долго продолжается. То есть здесь реально елка до 8 марта, скорее всего. Ну, вообще, я не понимаю, почему люди не катаются зимой на велосипедах. Почему это не принято, типа, считается. Вот летом всем весело на велосипедах, а зимой еще веселее. Но без приколов, мы сейчас к аэропорту в Гастомеле уже подъезжаем. Мы приехали к аэропорту, и там стоят Русланы. Я думал, что это Мрия. Я просто никогда не видел близка Мрию. А затрю по 2 двигателя на каждом крыле. То есть, если 124-й такой огромный, причем сдалека, то я тупо не представляю, какая же Мрия тогда. Прикол в том, что здесь есть участок, где на заборе нет колючей проволоки. Нам определенно надо попробовать подойти к этому забору. Тут явно кто-то делал уже залаз, потому что есть и дощечка, и вся эта фигня. Собственно, как за нефиг перелезть. Охраняемость аэропорта ноль. Андрюха, по трешечку. Я же говорю, это человек, с которым нельзя на какие-то вещи подписываться, по типу, ой, смотри, аэропорт, лучше промолчать. А вот сейчас будут огни. Я так понимаю, это глиссада называется, я не сильно в этом. Такой целый ряд к посадочной полосе идет. Вот он. Сейчас мы едем на карьер. Два года назад, когда мы проехали 170 километров за день, кстати, на этих же великах, мы заезжали на этот карьер только с другой стороны. А сейчас вот мы здесь. Второй пит-стоп мы похаваем. Опять бутерброды, чаек и яйца. Знаете, что такое везунчики по жизни? Это когда Андрюха говорит, давайте на контровом свете сниму. Вы понимали, больше там туч нет. Только одна. Говорит, давай на контровом свете. Ну давай, Андрюха, снимай. Ну предложил, блин, что снимай. Да, иногда топталки лучше. Но не сейчас. Хорошо, что мы до темна приехали в Мощун. Теперь уже с Мощуна в Горинку и там пуща водится. Ну что, до соточки не дотянули. Все-таки мы модифицировали немножечко маршрут, чтобы до темна вернуться. Сейчас 86-78 километров. Но сегодня большая часть была именно по лесам, по полям. И иногда было реально очень весело. Падали намного больше раз, чем в прошлый раз. Сейчас вешаем велосипеды на крышу и... Домой. Ты устал? Нет. Вообще нет? Ну у меня чуть-чуть правое колено подваливает. Потому что оно у меня уже чуть-чуть сработано. Да? Ну а по физической форме усталости нет. Вообще, я чувствую, как будто и не выезжали. Вот тупо вообще, свежий-свежий. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Подпишись на канал, поставь палец вверху. Ведь мы старались. Хотя нам было весело и интересно самим. Главное помнить, убрать с собой еду и горячий чай. Всем пока!